Доброе утро! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Кранпласса Уфа в студии Маргариты Кафарова. Созревание зерновых в 17 районах Башкортостана отстает от нормы на 20 и более процентов, а в Хайбуленском и Баймакском на 35 процентов, что позволяет говорить о гибели урожая на этих территориях. Таким выводом пришли в Национальном союзе агростраховщиков по итогам космического мониторинга. Что касается агрострахования по озимым культурам, аграрии республики заключили договоры на 16 тысяч гектаров или 4 процента от всех посевных площадей. Для сравнения, в среднем по России эта цифра вдвое больше. В Башкортостане страховые компании собрали премии порядка 18 миллионов рублей и уже на 17 миллионов сельхозпроизводители республики заявили ущерб. По тем хозяйствам, я подчеркиваю, только по тем, по которым застракованы, сам-то ущерб значительно больше. Вот эти 17 миллионов – это заявленный ущерб. Будет происходить, соответственно, оценка, оформление документов и осуществляться выбор. Надо отметить, что в Башкортостане было увеличено субсидирование агрострахования почти в два раза. С 87 миллионов субсидий было запланировано порядка 160 миллионов. К слову, накануне вступил в силу федеральный закон, по которому государство будет субсидировать аграриям, пострадавшим от ЧАЭС природного характера, 80% затрат на страхование. Для субъектов малого предпринимательства такая компенсация сохранится вплоть до 2023 года. Затем она будет поэтапно снижаться до 50% в 2025. Для крупных сельхозпроизводителей размер субсидий начнет снижаться через год до 50% в 2024 году. Напомним, Минсельхозреспублики подготовил документы на введение режима ЧАЭС по засухе в 33 районах республики. Решение будет принято в ближайшее время. Результаты проверок четырех нефтехимических заводов Уфы по фактам выбросов загрязняющих веществ возьмут на контроль. Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров. Внеплановая проверка предприятий нефтеперерабатывающего комплекса Южноуральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит с 30 июня по 27 июля. При необходимости сроки будут продлены еще на 20 дней. Проверки инициированы в связи с тем, что превышение ПДК некоторых веществ в Уфе зафиксировалось в два раза. А горожане неоднократно жаловались на неприятный запах и смог. По данным Южноуральского межрегионального отделения Росприроднадзора, за 2019 год валовый выброс четырех нефтехимических заводов составил 124 тысячи тонн. В целях проверки фактов превышения ПДК загрязняющих веществ управлением Росприроднадзора проводится внеплановая выездная проверка в отношении нефтеперерабатывающих заводов. Башнефть УНПЗ, Башнефть Уфа-Нефтехим, Башнефть Навойл, Уфа-Ургсинтез. В рамках контрольно-надзорных мероприятий проверяется 1570 источников выброса. Производится измерение промышленных выбросов на источниках по основным загрязняющим веществам. Еще одним источником загрязнения воздуха в Уфе были два пожара на полигоне ТКО в Черкассах. По этим фактам ведется привлечение к административной ответственности. И если ситуация повторится, то руководство МУПСАХ уйдет в отставку, подчеркнул Харадий Хабиров. Имущество уфимского хлопчатобумажного комбината выставлено на повторные торги по начальной цене 1 миллиард 270 миллионов рублей. Объявления о проведении конкурса, а также открытого и закрытого аукционов размещены на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На продажу выставлены имущественный комплекс должника, коммуникации, земельные участки, жилые помещения и производственное оборудование. Начальная стоимость имущественного комплекса составляет 642 миллиона рублей. Коммуникации и склады продаются отдельным лотом за 54,5 миллиона рублей. Их начальная цена на вторых торгах снижена на 6 миллионов. На продажу также выставлены 27 лотов общей стоимостью 580 миллионов рублей. Самый дорогой из них – незавершенный бизнес-центр с правом аренды земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена этого лота составляет 274 миллионов рублей. Это же имущество у ХБК на предыдущих торгах в апреле продавалось на 150 миллионов рублей дороже. Однако тогда желающих не нашлось. К вершине Таратау построят эко-лестницу. Ее длина составит около тысячи метров. Об этом в соцсетях сообщил глава Республики Ради Хабиров. Тропу проложат с восточной и северной стороны Шахана. По пути обустроят смотровые площадки со скамейками, чтобы подниматься комфортно было как семьям с детьми, так и пожилым людям. Сейчас на Шахане работают археологи. Они готовят историко-культурную экспертизу. Несколько месяцев до этого вопрос прорабатывался с местными жителями, экологами, геологами, биологами, в том числе специалистами из Российской Академии Наук, чтобы убедиться, что лестница не навредит уникальной экосистеме. Напомню, Таратау, как и другие Шаханы, фрагмент кораллового рифа Древнего Пермского моря. Он состоит из окаменевших моллюсков, водорослей и кораллов. На территории Шахана живет более 120 видов животных и растет более 400 видов растений, в том числе краснокнижные и эндемики. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют. Американец опустился на 9 копеек. Курс 73 рубля 27 копеек. Евро минусует 2 копейки. Курс 87 рублей ровно. И лучшие обменные курсы к этому часу. Наиболее выгодный курс покупки доллара в Акибанке по 73 рубля 20 копеек. И продажа доллара в банке ВБРР по 73 рубля 59 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в Акибанке по 86,80. И продажа евро в банке Финам по 87,18. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК и не переключайтесь.